Добрый день, уважаемые гости, дорогие земляки! 19 октября 2019 года исполняется 55 лет со дня трагической гибели Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Бирюзова Сергея Семеновича. Сегодня, 19 октября 2019 года, мы собрались для открытия бюста в память о Герое Бирюзове Сергея Семеновича, который стал олицетворением мужества и патриотизма. Этот памятник будет вновь и вновь напоминать нам о войнах, о гибели людей, о человеческом горе. Митинг по случаю открытия бюста Героя Советского Союза, Маршалу Советского Союза Бирюзову Сергею Семеновичу объявляется открытым. Великий Донбасс, честь и гордость народа, богатые недра леса и поля, наш край... Я, наверное, хотел бы остановиться о том, что мы сегодня, все жители данного района, данного поселка, под именуя на улице Бирюзова, смогли, благодаря энтузиастам с Российской Федерации Юра Душин, он позвонил, говорит, ты помнишь, пять лет назад мы заложили капсулу и сказали, что мы после этого, когда будет бюст, ты обязан присутствовать, потому что мы должны его открыть. Это историческая справедливость. В чем она заключается? В том, что мы остаемся людьми всегда тогда, когда помним своих предков. Этот человек сделал для нас, наверное, больше, чем мы даже можем предположить, потому что если бы не он с освобождением этой земли, многие из нас бы не было на этой земле, потому что наши родители не смогли встретиться, и мы бы не появились на этот свет. И мы должны помнить тех людей, благодаря которых мы сейчас живем. И это памятник не для пожилых, не для взрослых, это памятник для вот этой детворы, чтобы она помнила историю и понимала, за счет чего они теперь здесь живут, и чтили память этих людей. Поэтому искренне, Юра, к тебе кланяюсь. То, что ты задумал тогда, собрал весь материал об этом человеке, и сказал, что он обязан здесь быть, да, бюст этому человеку, потому что вы должны чтить и помнить этого человека. Вот тебе за это большое спасибо. Большое спасибо всем, кто сейчас сюда пришел, жителям Березова. Потому что так судьба сложилась, что вы и сейчас знаете, что такое война не понаслышке. Я недавно был в Старомихайловке и разговаривал с местными. Они говорят, а нам уезжать-то некуда, это наша земля. И вот открытие таких памятников подчеркивает того, что это наша земля, и мы за нее готовы будем сражаться и умирать. Выживите, умирать будем мы. Спасибо. Тянем, ну, Гитара, тянем, тянем, тянем. Действительно, все здесь стали для меня давно уже просто друзьями. С первой нашей акции, когда это прошло пять лет назад, в 2014 году, как говорил Дмитрий Александрович, мы действительно заложили, привезли капсулу с землей маршала, прямо взятая от дома. Здесь было еще очень все сложно. Мы пока ехали с этой землей, буквально в 100 метрах от нас, разбили дом. Я вообще не понимал, как это, что это. И был в каком-то таком непонятном состоянии. Но у нас все свершилось. Мы заложили капсулу. Это было как дань памяти. Но сразу же пришла идея заложить не только капсулу, привезти сюда землю, а и открыть бюст маршалу Бирюзову. И те знаменитые фразы, которые озвучил Эдуард Сосанч, что откроем бюст. Я просто помню это слово. Откроем бюст. Обязательно. И по стечении пяти лет действительно это случилось. И я хочу на самом деле просто поблагодарить, в основе своих поблагодарить, руководство, руководство района, руководство города, руководство республики. Эдуард Сосанович, вас. Самое главное, всех жителей, которые здесь, которые пришли сейчас. Отдельное спасибо. Ведь идея родилась, да, но родилась она не просто там какой-то сильной организацией, она просто родилась вот так вот в народе, здесь вот просто при закладке памяти от эмоций. И поэтому, если бы это была, конечно, какая-то серьезная акция на тот момент, вышла бы все быстрее. Но так как это был просто человеческий порыв, затянулось на пять лет. И пока меня в Москве не поддержало российское военно-историческое общество, которое услышало мою идею, откликнулось, и сказала Бирюзову в Донецке обязательно, что нужно для этого. Я говорю, ну, может, что, скульптор и сам бюст. Вот. Они говорят, хорошо. Потом я говорю, конечно, и постамент. Они говорят, хорошо. Ну, конечно, все написать. Да, еще. Ну, вот, как бы, а постамент, я говорю, знаете, раз бюст бронзовый, то, наверное, нужен постамент гранитный. Они говорят, да, хорошо. Хорошо. Говори сразу, как ты хочешь. Я говорю, хорошо, чтобы было. Вот как я хочу, действительно, чтобы это было на века, навсегда, и чтобы это было, действительно, событиями, чтобы маленькое поколение, вот детвора, жили и знали, в честь кого названа улица, гордились этим человеком, и той улицы, на которой они живут. Мне дали замечательного скульптора, который делал много маршалов, много памятников Великой Отечественной войне. Это Денис Тритович. Он здесь. Денис, покажись, пожалуйста, давайте попробуем. Вот этот струнный человек. Про меня, выходи, выходи. В шармике стоит, который сказал, я тоже хочу, с удовольствием бы поприсутствовал, можно ли приехать. Я бы, конечно, мог. Ваша ответственность. Спасибо. Такая замечательная скульптура, это благодаря рукам и мастерству Дениса. У меня на душе три состояния. Состояние радости, состояние благодарности и состояние утраты. Как ни странно, вот это все три состояния сейчас вот в моих, во всех нервных окончаниях. Потому что радости от того, что все состоялось, от того, что поддержали все и пришли ветераны. Огромнейшее вам спасибо. Я вот смотрел на ветеранов и у меня, не знаю, у меня вот что-то задрожало. Потому что это действительно связь времен. Здесь стоят ветераны и дети. Отсюда чувство радости. Чувство благодарности от того, что все-таки мы это свершили. Игорь Александрович, действительно, это сделали. Благодарность от того, что поддержало все руководство республики от района, города и республики и наше московское, российское военно-историческое общество. Поэтому это чувство благодарности. А чувство утраты, оно меня не покидает по причине того, что когда родилась эта идея, я пришел к Александру Захарченко. Саша сказал, идея замечательная, что нужно, давай от нас, если что-то нужно, все сделаем. Он прям очень хотел, чтобы это свершилось. С ним сидел рядом Гиви, Михаил Толстых, он говорит, слушай, если это все случится, если мы это все сделаем, я своих проведу парадом. Ну, вот видите, так случилось, что наши герои, наша честь не дожила до этого дня, но жизнь идет вперед, и я думаю, что они все равно все рядом с нами, все, все, кто остался на полях сражений и во второй мировой войне и сейчас. Поэтому они все рядом и все все равно радуются тому, что все-таки это произошло. Поэтому вот эти три чувства откуда? Радости, благодарности и утраты. Огромное вам спасибо, Донецк и дончане. Спасибо. Спасибо, Юрий Алидарин. Спасибо. У нас похоронили в первую очередь выдох. И замечательно. Пусть еще сколько же вас хранишь? Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok